о грустном и о том что постоянно приходится оправдываться иван концов а вы железо маленькие буквы типа легкое такое презрение прекратите считать себя умнее других ничего плохого нет что вы делите своему опытом спасибо и ограничить с этим но называть других как вы называете вас нет права а вас говорили мне как одобревшим человеке так будьте выше этого если что с вами не согласны и так всегда было продвигать все детище но без а время рассудит он прав теперь можете бросать на камни бросать камни 1 что ли 101 меня камень не хватит мой ответ такой не успеваем садисты торжествуют южная технология смерть холодной россии вот маленько ниже пойдем но сейчас я что скажу будет много интересного на самые разные темы таких скромных мировых открытий так как основные разногласия сложились между официальной наукой современной наукой которая основана на улучшение деревьев подчеркиваю улучшение деревьев помощью пилы и секатора улучшению деревьев помощью пилы и секатора вот конечно мы никогда не сойдемся конечно иван представить борьба не нажиться на смерть потому что речь идет о деревьях но я все выдержал такт дело в том что возможно меня последний раз смотрят две дамы вот я через это получил их пожелание я брату сказал не писала мне никаких текстов там воюют и пусть воюют но там правда много людей которых они научат убивать деревья вот не хочется их оставлять но с другой стороны это их территория вот так как с этого я на конце деревни никого не трогаю а на той стороне деревьев никого не трогать вот и получилось не просто разные технологии а противоположно вот поэтому я взял и чтобы они знали даже для меня эти дамы обе выпускницы теме языка однако от наук другая просто ученый вот они меня попросили тут из них больше и фамилии не упоминать ну и правильно выглядит они не очень убедительно но тем не менее я не буду их упоминать я для вас придумал общее название тебе разница почему дело в том что самое начало было искажено понятие солнечного света и его влияние на листья вы понимаете берет кто-то из вас глаза вы сам оторвало вот когда они сюда довязать вас в деревья получается 10 до 100 до 500 лет я не шучу практически невозможно вот по теории надо а когда ветка она летом покрывается листьями об этом никто не знает то есть вечно правду говорю потому что листовым всему дереву не только ради плода ради корней вот и неважно плодоносит она или нет а кемере в свое время написал то вот и получается как что именно его брюки правнуки последователи они да как раз и продолжают это дело ну как он открыл несколько законов постулатов аксиом вот один из них каждый поймите откуда взялась эта смертельная борьба с деревья теперь записал каждого цвета не упавши на поверхности зеленого листа величайшим потери не только современника для потомков а я исходный друг обзорик каждого цвета не упавши на поверхность поняли буквально да сразу скажу это когда-то войдет учебники сразу скажу у него есть еще одна фраза такая же но это я нашел потому что слову цвета наберяющихся а вторая была очень еще нужнее важнее но я на полутень я не могу интернете когда-то я вычитал в этом в книге про демиража и весь у меня в статьях мы сейчас на память воспроизлить я не могу буквально чтобы в этом поисковике высветилось а называется так если на плодовую почку не упадет луч света она никогда не заплодоносит вот я не знаю я не проверял потому что там есть такое понятие полутень с утра и на нее падает свет к веселу не падает потом да действительно вид которые расположены в середине внизу могут просто высохнуть потому что нет света кто бы спорил это настолько просто да а я взял по-другому смотрите у каждого цвета не упавши на поверхность зеленого листа внимание теперь если применить вот это там не же опять эту схему разместил 9 видов так ненужных вредных бесполезных за счет того что отнимают энергию у других веток то есть они вредно еще а я взял по-другому внимание читаем обратном порядке не понялись и вот величайшим потеря получится обои сейчас мне кажется ко мне идет или не сова савинич себя специально задержал я не ошибся это мои гости она третий день гостю это меня продолжается и уже не так еще как сотрудничество потому что пройдет время и мне скоро когда она сделает настоящую карьеру мне придется записываться к ней на прием настолько уникальный человек и так не поняли еще вот попробуйте вот сейчас или как нельзя это хорошо при не все это да ладно вот она потом увидит зачем вот елена санна айден санны а потом вместе поговорим это считайте события ее участие в вебинаре так вот попробуйте это осознать по-своему это ведь смотрите можно было использовать и мерязь его действительно как таран и уничтожать уничтожать миллионы деревьев это происходит сейчас а теперь читаем эту фразу наоборот я специально себя удовольствие вот я смахую и так величайшая потеря для современника для потомка то есть если листа нет на что упадет луч света а внимание поняли ничего на что упадет луч света если нет 300 него нету его подстригли дерево так что это на него смотреть но это как черта отрезать там эти ногти руки уши нос вот понимаете вот это делать сейчас я надеюсь что все таки эти дамы назову эти мерять же карте мерять же сами или теми разу камень не знаю как правильно это прочтут вот это важнейший момент темирязева извратились точностью наоборот так извратили что я не знаю даром гробу переворачиваю а еще не все добавим что это не просто потеря заметьте потеря листа потеря луча света это уже по железу да и по темирязеву просто ну или не раскрыл он это или не догадался что каждому это студенту бить это в голову чтобы он не резал деревья просто так мы будем резать деревья буду вас учить резать деревья но это будет уже необходимость а не спорт не спорт добавим что это не просто потеря это поздравлять и мерять же а бедствие случае если промахнувшийся луч света падает не на зеленый леса на черную землю а теперь скажите мне брался они же вам покажу эту черную землю а скажите почему он не написал просто землю а на черную землю как мне не хочется это расшифровать дальше будет письмо дальше будет фотография и мы про эту черную землю еще поговорим и так немного дело в том что нам с одного сошло с юга понятно отступал ледник за ним все это на килограмм на детский кадр ледник отступил на детский кадр за ним пошли деревья в том числе и плодовая в том телегах в котомках все это шло что шло пришло к нам россию а технология я когда это самое тоже фамилию еще раз трепать когда ведущий называемый через чересневед из брянска дома написала книгу а там все где-то были на южные эти на южные страны на публикации с южным странам мне это так не понравилось да показываю рисунок то есть фотография черешни искалечена его смерть большая часть веток отрезана и пока главный с него а почему я упал через потому что я бы не сказали я была не самая надежная и всяких и всего в чем дело их калечит они живы и вот даже мои оппоненты вот эти вот тебе резюки этим они на это ссылаются я режу-режу-режу а попробуйте вы как порезать персик черешня попробуйте вы порезать абрикос вот и всегда когда речь идет об этом забывает что что-то терпит но я про это жаль повторяться уже неудобно вот эти яблони расходили если в природе не существовало сейчас но пришли бы беречь и груши потому что они терпеть ненавидят это самая сырость пришли бы абрикосы уже уже беречь а тут а яблони значит можно калечить калечить это буря тогда можно все калечить они самые такие уж так получил самую выносливые даже самый роскошной яблони выносливые несколько раз и же самых черешин или абрикосов вот из-за этого вот на которых ставились опыты которые втыкали в землю и они давали корни попробуйте получить корни от этого от абрикоса вы поймете огромную принципиальную разницу и так во времена теперь я живу землю держали по черным парам это горько